итак дорогие друзья доброе утро всем доброе добрейшее утро значит ждем пока опоздавшие подтянутся наш виртуальный бэд мидраж так бур ухатой 0 0 он шоколин дура так лав влад кособ с нами яга в шатанин шалом шалом олег марголин светлана карачева все дорогие друзья таня зуба с нами все можно начинать расстали с нами александр олег ари мейстер так все были нашего все итак дорогие друзья мы начинаем урок по 2 глава у нас мы продолжаем изучать 3 глава мишли и значит продолжаем изучать что сказал или или он прям реально нам дал много разных таких хороших наставлений советов и сегодня он нам рассказывает 2000 лет назад до абрама маслоу есть такого часа там называется пирамида масло пирамида масло это потребности человека а или нам рассказал 2000 лет назад вот как развиваются потребности человека до так был очка исторен из сан-диего калифорния в да у нас тут тоже киев подол это конечно не сан-диего калифорния хорошо так итак внимание или сказал нам следующую вещь сразу начинаем изучать он сказал следующую вещь марбе басар марбе рима значит когда человек вот раньше люди жили очень бедно и плохо то есть не было сельского хозяйства не было сельского хозяйства и сельское хозяйство на сегодня вот мы как бы не ценим что есть вот эти все там колхозы совхозы всей вот эти вот комбайны и так далее но как бы кто их видит современные люди вообще не понимают откуда берутся продукты питания идешь супермаркет покупаешь и все а раньше у людей была полная зависимость от погоды от урожая от того будет завтра там какая-то вообще еда или не будет то есть люди жили полностью в не было холодильников они не могли то есть год засухи все вы вымерли все даже совсем недавно тридцатые годы вот здесь на украине погибла там от голода миллионы людей просто миллионы людей умирали от голода еще совсем недавно представьте себе мы сейчас такие вот у нас жизнь тяжелая вот такая тяжелая жизнь начать а жизнь тяжелого того не знаю не могу выбрать какой йогурт купить там супермаркете но образно да а раньше людям просто было нечего кушать нечего вообще есть было нечего да и вот в это время как раз или и говорил вот это вот свою мишну договорил не что и он говорил обращаясь по и люди он говорит если вот у человека ему начинают жизни вести начинает ему с неба идти начинает эти благословения ему везет у него есть появляются деньги значит еще раз когда человек когда человек раньше ему попадали деньги первым делом он начинал есть он начинал есть то есть он как бы от раньше вот было нет радости без мяса и вина прям талмуде написано нет радости без мяса вина после для чека раньше поесть и попить это было просто праздник так легко было я еще помню в моем детстве когда отец приезжал с командировок из москвы он привозил пепси колу и фанту я помню как я эту бутылку пил месяц я месяц вот так вот наливал себе вот по чуть-чуть этой пепси колы на донышко стакана и такой прям вообще расти вкус вообще то есть у меня от бутылки пепси колы месяц был рай жизни да там конфеты какие-то какие-то конфеты я помню там лежали где-то спрятаны и вот выдавала там мама по конфетке в это самое то есть не было еды был дефицит то есть в то время в советском союзе еще я застал что такое радость от еды сейчас уже естественно это намного сложнее получить радость от еды а в то время 2000 лет назад была единственная можно сказать у человека радость это и да и вот он говорит или в мишне он говорит людям которые дорвались до еды он говорит подумайте марбе басар марбе рима умножаешь мясо умножаешь гниение то есть которые начинают много есть у него начинают это гнить в начале в животе потом у него растет жир а потом он попадает в могилу и это все сгнивает, то есть тот, кто вкладывает в свое мясо свое время и энергию, он вкладывает в червей, можно сказать так, что он вкладывает свое время в червей дальше он говорит марбе басар, марбе риба, марбе не хасим, марбе да ага, если дальше человеку начинает переть, он вначале, он покупает еду, вначале он начинает использовать материальное удовольствие, использовал он материальное удовольствие, использовал, использовал нажрался, нажрался, а ему прет дальше. Он уже сидит такой толстый и думает, что дальше делать. И вот я не видел ни одного человека, который бы остановился. Большинство людей, как говорит нам царь Салмон, если у тебя 100, ты хочешь 200, если 200, ты хочешь 400, если 400, ты хочешь 800. То есть идет без остановки. И человек, которому продолжают переть, а он уже едой как бы насытился, он начинает, марбен и хасим, он начинает умножать имущество. И вот Гилель предупреждает, вот ты умножаешь имущество, ты умножаешь заботу. Потому что, есть там, приводит Равни Бартанура, он приводит в комментарии такой момент, что один хасид молился, чтобы у него не было пизур нефеш, разброса души. Его спрашивают, а что такое разброс души? Он говорит, разброс души, это когда у тебя много разного имущества в разных местах, и ты обо всем этом имуществе думаешь, и у тебя твоя душа, твое внимание, твоя сила, она распыленная, разбросанная. Ты все время беспокоишься, чтобы там не украли, там успели, там привезли, там увезли. И в Мишле, как написано, что царь Соломон говорил, сон земледельца сладок и приятен. Много он покушал или мало, но у него одна мысль, как бы он понимает, вот у него в жизни одно направление. Будет урожай, не будет урожай. А написано, сытость богатого не дает ему уснуть. И дальше он там продолжает, лучше каф бы нахат, руах, да, лучше каф это жменька, но чтобы у тебя был спокойный дух, чем млоха пнаем, баамаль бе руут руах. Чем полная охапка, но тебе тяжело это держать, и тебе плохо на душе, потому что ты еще должен все время бояться, куда это все денется. То есть он говорит так, если ты идешь по линии марбе-басар, умножаешь мясо, то ты умножаешь гниение. Запомни, это две вещи идут вместе. Марбе-нихасим, умножаешь имущество, начинаешь еще проект, еще проект, еще купил, еще умножаешь заботу. Марбе-нашим, марбе-кшафим. Дальше у человека идет, вот он уже там поработал, поработал, все, дальше ему надо уже жениться. И в то время было, это сейчас мы там женимся на одной женщине, а раньше было можно жениться на многих женщинах. То есть в зависимости от того, сколько у тебя есть денег, ты женился на там, какое-то количество жен себе брал. И, значит, для чего это было? Опять же, это был вопрос безопасности, вопрос безопасности, потому что люди в то время жили в абсолютно такой дикой войне друг с другом. И мужчина, который уже, у него есть деньги, у него есть имущество, ему нужна была защита, а защиту тебе мог дать только твой род, твои дети. И он выращивал как можно больше жен и как можно больше детей, для того, чтобы у него была своя собственная армия, чтобы он мог защитить, опять же, свое имущество. Но к чему это приводило? Марбе-нашим, умножаешь жен, умножаешь колдовство. Эти жены, они друг друга ненавидят. Дети от разных жен друг друга ненавидят. И как они друг друга ненавидят, они начинают колдовать. В то время, как бы, женщины, они очень верили в разную магию, мистику и так далее. И они начинали колдовать, колдовать там друг на друга. Все. Это предупреждение, что мужчина, который там, он хочет, чтобы у него была жена, еще там кто-то, еще кто-то, он должен знать, что они все будут друг друга ненавидеть, все будут колдовать, и это может плохо закончиться. Дальше. Марбе Наши Марбе Кшафим предупреждает Гилель. Потом он говорит, Марбе Швахот, Марбе Зима. Значит, что такое Швахот? У тебя есть много жен, у тебя есть деньги, так тебе нужно потом, каждая жена, она требует себе домработницу, она требует себе, ну, в то время были рабыни, то есть ты идешь, покупаешь себе рабыни. А рабыни эти, они, значит, что они делают эти рабыни? Они, значит, занимаются удовлетворением своих физиологических потребностей, и представьте, вот есть муж вот этот, да, он у него и имущество много, и забот много, там и все, эти жены колдуют, он жрет это мясо без остановки, это первая часть смешных. Еще тут рабыни ходят, такие симпатичные, такие рабыни ходят симпатичные, и он еще с этими рабынями вступает в запрещенные связи. Это предупреждает Гилель, просто природа человека, он говорит, послушай, если ты думаешь, что ты от этого избежишь, ты не избежишь, то есть оно вот так работает. Дальше он продолжает, Марбе Авадим Марбе Гезель. Когда вот этот вот богатый мужчина, к которому идет обращение, что у него все это растет, развивается, у него жен много, рабынь много, имущества много, он начинает себе покупать рабов, чтобы это все обслуживать, или нанимать обслуживающий персонал, у него уже целая, целая у него бригада вообще, да, там сотни людей у него в доме крутятся, все что-то, и что он умножает? Он умножает, Гезель это грабеж. Почему? Потому что за всеми не уследишь, за всеми не уследишь, а у человека есть склонность, особенно вот рабы, у них было, это люди им терять нечего, то есть они понятное дело, это как были колхозы, совхозы, там и так далее, то есть в советское время, как бы не украсть, это было сложно, потому что все общее, что значит у кого я краду, если государство рабочих и крестьян, все общее, значит если я что-то общее заберу себе, то что будет? Нормально, это же не кража. И вот это вот психология рабства, когда умножаешь вот эти все коллективы, так оно заканчивается. Дальше, это Гелель предупредил, как развивается жизнь человека, когда его намерения, его устремления находятся в материальной сфере, это он описывает не худший вариант, а лучший вариант, потому что вот это все, то что он описал, это считается успешной жизнью, потому что если мы пройдемся по этой же траектории, только когда человеку не везет, он к этому стремится, но у него этого нет, то мы получаем. Значит вот он хочет мясо, а у него нет мяса, а у других есть мясо, значит что он завидует, у него не получилось. То есть у него помимо отсутствия мяса, есть еще, как в Мишле мы учили, что ксиль он, значит, хабекет едав, вухелет басаров, он, значит, вот так вот сжимает руки и съедает себя. То есть тот, кто к этому стремится и получает, он получает, у него получилось, так он марбе басар, он умножает мясо, умножает гниение. Тот, кто стремится к богатству, и он получает богатство, он умножает имущество, умножает заботу. А тот, кто к этому стремится и не получает, так он себя плохо чувствует, он чувствует себя неудачником, у него есть зависть, То есть у него получается еще хуже ситуация. Тот, у кого получилось, мы знаем его ситуацию. То есть умножил имущество, умножил заботу, умножил жен, умножил колдовство, умножил рабынь, умножил разврат, умножил рабов, умножил грабеж. Все. Это идеальный вариант человека, который в материальном преуспел. А человек, который в материальном не преуспел, у него этого всего нет, а есть зависть, и он чувствует себя неудачником, потому что жизнь его не удалась. Теперь дальше Гилель переходит, а как надо жить? Он говорит, дальше он продолжает. Марбе Тора, Марбе Хаим. Тот, кто умножает Тору, умножает жизнь. Тот, кто умножает Тору, умножает жизнь. И что имеется в виду? Значит, написано про Тору Ки И Хаеха Вор Хемеха, что она жизнь твоя и продолжительность твоей жизни. То есть, когда человек изучает Тору, то он, вот этот свет Торы вводит его, создает ему мир, в котором все очень гармонично, все очень понятно, все очень работает. Он контролирует себя, свою жизнь по законам Бога, Бог его защищает, все продумано, все хорошо. Марбе Тора, Марбе Хаим. Марбе Яшива, Марбе Хахма. Значит, тот, кто сидит и учится, он умножает свою хахму, свою мудрость. То есть, как это работает? Если человек, ну, например, он, вот вы сейчас слушаете урок. Значит, вы слушаете урок, значит, проходит какое-то время, просто послушал, в одно ухо влетело, в другое вылетело. Но уже хорошо, уже хоть что-то стало там понятно. Но Марбе Яшива, тот, кто потом сел после этого урока, действительно написал свои выводы, поделился этими выводами, рассказал, повторил, еще поучил, прочитал, повторил первую главу и так далее. То у него внутри начинает вот эта божественная мудрость, хахма начинает расти. Тора, которую ты услышал, она тебе, как ветерок прошелся, это как один раз помылся, да? Но от того, что ты один раз помылся, а потом ты опять запачкался, опять вспотел, и все. Теперь, ну, Тора, если ты Марбе Яшива, Марбе Хахма, умножая Яшиву, это учение Тора, когда ты сидишь и учишься, ты Тору эту вводишь в себя. И у тебя внутри появляется Маяна Медгабер, то есть у тебя Тора, это начинает изнутри работать. И у тебя появляется вот эта твоя собственная внутри хахма, желсти, диск, который дальше производит Тору внутри. Услышать мало, надо услышать, понять, запомнить, передать. И вот эту вот Тору внутри, ее надо постоянно прокачивать для того, чтобы она была твоя, а не Тора, которую ты услышал. То есть должна стать Тора твоей. Дальше Марбе Эца, Марбе Хахма, Марбе Эца, Марбе Твуна. Умножаешь советование, умножаешь понимание. Значит, есть, как работает ум, мы учили уже, так, кто учил Мишли, что есть, ты получаешь какие-то аксиомы, которые, у каждого человека есть какие-то установки по умолчанию. Он верит, что мир работает вот так. Когда ты получаешь эти аксиомы от Бога, это называется хахма, и ты получил Тору от Бога. То есть установки, что такое хорошо, что плохо, что правильно, что неправильно, что можно, что нельзя. Но даже если человек не получил Тору от Бога, то у него все равно есть эти установки. Только он их получил от соседа, от бабушки, от папы, от мамы, от института, от передачи Дом-2. То есть каждый человек, у него внутри есть устойчивая система мировоззрения, на базе которой он принимает свои решения. И так как он не взаимодействует с реальностью как таковой, он все время взаимодействует со своим мышлением, где он делает причинно-следственные выводы на базе того, что есть у него внутри. Это качество называется Твуна или Бина строит. То есть человек, он строит выводы. Из чего он строит выводы? Из своих установок базовых внутри, в которые он верит, из каких-то фактов, которые он интерпретирует, ну какие-то мысли, которые он берет из внешнего мира. И дальше он боне, он строит свой мир, свою картину мира, свои решения, он все это строит. Теперь Марбейца, тот, кто советуется с мудрыми людьми, он умножает свое понимание. То есть я, например, делаю вывод, что там надо покупать биткоины. Ну, например. Почему я сделал такой вывод, неважно. Каждый человек делает какие-то решения. Потом я прихожу к кому-то и говорю, что ты думаешь по этому поводу, к мудрецу в этой теме. И он мне начинает рассказывать, откуда взялась эта история, какие-то факты и так далее. Когда он мне дает вот это вот экспертное свое знание, это совет, я умножаю свое понимание. Моя картинка становится, она была 2D, потому что в моей картинке было только одно предложение купить биткоины и мое мнение о биткоинах. А тут я услышал мнение человека, который в теме, стало 3D. Потом я услышал другого мудреца, то есть Марбейца, умножающий советование, умножает понимание. Еще с одним посоветовался 4D, еще с одним 5D, 7D, все. И у меня есть более полная картинка. Понятно, да? Но советоваться надо опять же с мудрецами, которые в теме, а не с теми, которые не в теме, так же, как и я. Потому что тогда получается не умножение понимания, а умножение непонимания. Теперь дальше. Марбе, дздака, марбе шалом. То есть тот человек, который... Первая часть Мишны шла о том, кто хочет брать, хочет получать. Вторая часть Мишны. Марбе, дздака, тот, кто умножает дздака. Когда ты помогаешь, ты умножаешь мир, шлемут. Когда ты собираешь имущество, ты разрушаешь. Ты у кого-то забрал, у тебя много, и оно все стремится к рассыпанию. Когда ты даешь, ты умножаешь синергию, синхронность, шалом. То есть когда ты дающий, то тогда тебе легко жить. Люди тебя любят, то есть идет такое вот умножение синергии, да? И марбет, дздака, чем ты больше делаешь дздаки, тем больше у тебя в жизни шалома. Шалома с другими людьми, мира, совершенства и так далее. А канашем тоф, приобрел ты доброе имя. Приобрел доброе имя, значит, это то, что человек зарабатывает, и то, что у него остается всегда с ним. То есть одно дело, когда ты собираешь имущество, и это имущество ты должен охранять, таскать, везти и так далее. Или у тебя есть хорошее имя, в современном языке у тебя есть хорошая кредитная история. То есть у тебя нет долгов, у тебя есть доходы, и тебе любой банк под твое доброе имя даст деньги в любой стране мира, потому что у тебя есть доброе имя. Или же, когда человек умирает, здесь даже на это есть тоже намек, на где комментаторы говорят, он с собой имущество не берет, а что берет с собой? доброе имя. То, как люди к нему относятся, то, как люди его оценивают, это называется личный бренд, доброе имя, с которым человек уходит потом в следующий этап своей жизни на небо. Значит, Канаш МТО приобрел имя хорошее в канале Ацмо, каналу Дибрей Тора, и приобрел себе слова Торы, каналу Хайо Ламаба, приобрел жизнь в грядущем мире. То есть, когда ты Тору слушаешь, что тебе твоей душе приятно, но ты сам, если это не стало частью тебя, не изменился. Что такое ты сам? Человек состоит из своих целей, своих воспоминаний, своих установок, своих ценностей. Теперь, если у человека Тора остается внешне по отношению к нему, то такому человеку закрыт вход в грядущий мир, в мир духовности. То есть, приходят спрашивают, ты кто? Я Саша. Ну, например, или там, я Сережа. А Сережа, а ты ты кто? Я болельщик Тиевского Динамо. Нет на небе Тиевского Динамо. А какие у тебя цели были? Хотел машину купить, но нет тут машин, да? И человек, который себя отождествляет с объектами материального мира, ему нет прохода в духовный мир. Поэтому, приобрел Тору, это, а ты кто? Я, там, Талмит Хахам, я мудрец Торы. А, что ты стремишься? Я стремлюсь понять, что Бог от меня хочет. Я изучаю заповеди. О, это тебе сюда, понятно. Двери открываются, человек заходит туда, в духовный мир, потому что он, и даже находясь здесь, в материальном мире, он был в духовном мире. То есть, он даже здесь, его Я, его самоопределение, оно было прицеплено к духовности, которая вечная. То есть, есть Бог, есть Тора, есть заповеди, есть мышление человека. Если он своим мышлением прикрепился к Торе, то, естественно, когда тело его отмирает, то его Я, оно переходит на следующий уровень. Если он мышлением прикреплен к этому миру, только к этому миру, тогда его Я, его вот это вот самоосознание, оно после смерти тела, не к чему прикрепиться, и оно просто распадается. Все, давайте сделаем выводы. Значит, первое, у нас есть два пути. Путь, описал Гилейн, материальный путь, Марбе, ну, то есть, и как он разворачивается в его лучшем варианте, и духовный путь. Значит, и человек, как нам уже до этого говорили, Рабан Гамлиэль, он нам говорил, что хорошо совмещать духовный путь с материальным, но Яфе Талмуд Тора, на первом месте он ставил изучение Торы вместе с работой, не отдельно, то есть, есть приоритет Тора, можно к ней добавить этот мир, но он должен быть как приложение к духовному миру. И второе, что здесь стало понятно, что выше всего это доброе имя и слова Торы, то есть, если ты хочешь переходить на следующий уровень, то нужно, конечно, иметь четкое направление, куда ты двигаешься. Все, всем шаббат шалом, напишите, пожалуйста, свои выводы, то есть, для того, чтобы приобрести Тору, нужно Аломет, Альманат, Лиламет, тот, кто учит, чтобы обучать, тому с неба помогают учиться и обучать, тот, кто учит, чтобы делать, тому с неба помогают учить, обучать, лишь мор сохранить это все и сделать. Поэтому я очень вам советую повторить, сделать выводы, которым легко обучать на своих страницах и своего окружения, сделать что-то, запланировать себе, что вы сделаете по-другому после этого урока. И, значит, самое простое действие написать комментарий, поделиться, поставить лайк и развивать страницу вайкра, чтобы все было ясно и понятно. Вот Галине Галочной, все ясно и отлично. Все, шаббат шалом, удачи, успехов, жду ваших выводов, жду ваших выводов. Все, пока.